Музыка Человек без семьи, что дерево без плодов Пословица полная глубокой мудрости и смысла И действительно, любовь к близким, забота о них, продолжение своего рода Вот чем живет каждый из нас Семья подпитывает и дает силы двигаться дальше Как живется молодым семьям сегодня? Какой поддержки можно ждать от родного региона? И на что с этого года могут рассчитывать студенты-родители? Каждый регион берет на свои плечи ношу по поддержке молодых семей Которую реально сможет нести долгие годы В обеспеченных субъектах набор льгот, как правило, больше, чем в дотационных В Ивановской области почти половина всех средств, которые выделяются на социальную поддержку населения Идет именно на помощь семьям с детьми Это 1 миллиард 800 миллионов рублей Льготных категорий очень много, рассказывает руководитель комплекса соцсферы Ирина Эрмиш Это и семьи с детьми-инвалидами, и многодетные семьи, а теперь еще и те, где родился первенец 185 миллионов мы ежегодно тратим на детское пособие Это помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, где доход ниже величины прожиточного минимума Очень серьезные затраты мы несем на предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка Эта выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет Мы почти 400 миллионов рублей тратим Нам в этом вопросе федерация помогает Семья Колдышкиных как раз является получателем всевозможных льгот для многодетных семей У Николая и Ольги три сына, двое школьников, а младшему еще нет и года Вопрос материальный, конечно, да, он у нас стоит, в любом случае Ну, что делать? Зато весело Нет, минуты свободной, чтобы побездельничать, всегда чем-то заняты И государство, и регион помогают ощутимо, говорят супруги Детские пособия, компенсация по оплате коммуналки У старших сыновей оформлена карта школьника на бесплатный проезд во всех видах городского транспорта К первому сентября ребятам вручили рюкзаки и по набору письменных принадлежностей каждому Это тоже в рамках помощи многодетным семьям Кроме этого, подано заявление на получение земельного участка Все преференции в сумме семью очень выручают Если бы их не было, ну, конечно, было бы сложнее То есть мы бы экономили, я думаю, на развлечениях Все-таки детям это важно, и поход в кино, и поход в кафе И в школе очень много мероприятий То есть все эти школьные мероприятия тоже сопровождаются сносами Я думаю, мы бы экономили на этом Отчасти на одежде пришлось бы экономить, я думаю Все-таки мальчики уже подрастают, хочется приодеться хорошо Полина Парамонова в августе родила первенца Девушка учится очно в энергоуниверситете на четвертом курсе Академический отпуск решила не брать С малышкой помогают бабушки О новом законе по поддержке молодых семей при рождении первенца услышала еще в прошлом году Первый раз услышала мама по телевизору, что на рассмотрении есть такое пособие По рождению до 24 лет Подумали, что возможно еще и не примут это Ну как-то не особо зацикливали внимание на этом А потом уже, когда в силу вступила, написали в газете об этом И бабушка сказала, что вроде бы как ты подходишь под эту категорию И пошла в соцзащиту и оформила На ежемесячную выплату могут претендовать молодые мамы, родившие первого ребенка до 24 лет Не ранее 1 июля 2017 года Именно с этой даты вступил в силу новый региональный закон О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми на территории Ивановской области Мы предоставляем выплату в размере 3000 рублей Чуть более 3000 рублей Ровно половину Вернее, ровно столько же, сколько федерация платит за первого ребенка То есть в совокупности сегодня мама, находясь, пребывая в этом возрасте При появлении первонца Будет получать вдвое больше, чем она могла бы получать из федерального бюджета Эта добавка обеспечивается из областного бюджета Полина получает стипендию Основной добытчик в семье муж А потому 3000 от региона для Парамоновых серьезные подспорья Этой суммы, которую будет выплачивать месяц Может хватить нам на смесь на целый месяц И на памперсы Ну, конечно, не на все пачки, которые мы используем в месяц Но на несколько точно хватит С перечнем документов, необходимых для получения пособия Можно ознакомиться на сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской области Кроме того, информацию можно уточнить по телефону горячей линии 8 800 116 60 В этом же пакете льгот есть еще студенческий капитал Когда первенец рождается в семье студентов-очников Для этой категории родителей выплата составит 50 тысяч рублей А если в молодой семье в течение трех лет родится второй ребенок То из бюджета Ивановской области им будет оказана помощь на улучшение жилищных условий в размере 100 тысяч рублей Которые будут выплачены молодой семье В которой до достижения первого ребенка, родившегося у молодой мамы, трех лет, родился второй ребенок И уже при появлении второго ребенка возникает право у семьи на получение семейного капитала Который выплачивает федерация через пенсионный фонд И если вот эта семья вдруг принимает решение направить средства семейного капитала на улучшение жилищных условий То областной бюджет будет добавлять 100 тысяч рублей Бэби-бума, конечно, ждать не стоит Но даже небольшая поддержка для некоторых может значить очень много Практика Ивановской области по льготам для молодых семей с первенцами рекомендована и другим регионам Демографическая яма 90-х и как последствия снижения первых рождений Ситуация характерная для всей страны Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова и как последствия снижения первого этажа